МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальных происшествий за неделю. В отдел МВД России по городу Дюстогорску поступило 98 сообщений, из которых 10 по преступлениям. Раскрыто 8. Очередное заседание административной комиссии. Вечет наложение административного штрафа в награду в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В Смоленске началось строительство главного аттракциона области. Завершается начальный этап установки нового колеса обозрения. Его основание будет иметь 8 бетонных подушек. Их монтаж уже на завершающей стадии. Новое колесо обозрения будет в два раза выше предыдущего. Его высота составит 50 метров, что сравнимо с высотой 16-этажного дома. Также на аттракционе планируется установить современные закрытые кабинки, которые будут оснащены кондиционерами. В настоящее время территория в районе строительства колеса огорожена, что создает некоторые неудобства посетителям парка. Но, как говорится, красота требует жертв. И уже совсем скоро смоляне и гости города смогут в удобных и безопасных кабинках аттракциона любоваться красотами смоленщины с высоты птичьего полета. 16 июля в администрации города представители инфраструктур обсудили текущие административные вопросы и поделились планами на будущее. Подробности в сюжете. На заключительном этапе находится подготовка тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В некоторых микрорайонах произведена полная замена трубопровода. Более тщательно следить за соблюдением порядка на придомовых территориях попросил глава города коммунальные службы. А также обратить особое внимание на скопление мусора возле мусоропроводов и контролировать покос травы. На совещании Татьяна Токарева рассказала о летней оздоровительной кампании среди школьников. Два пожара зарегистрировала пожарная служба города. В субботу на воскресенье сгорел дом в дачном поселке Кукуевка. Также произошло возгорание автомобиля в гаражном кооперативе «Энергетик-3». Оба пожара ликвидированы. Другие чрезвычайные происшествия не зафиксированы. Муниципальные системы оповещения проверены и находятся в рабочем режиме. Велита Ефименко Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Смоленский полицейский задержали двух жителей областного центра, который организовали в квартире домашнюю нарколабораторию. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на хозяев притона во время оперативно-розыскных мероприятий. Соседи подозреваемых пожаловались на специфический запах из квартиры. Мужчины изготавливали и избывали смолянам дезаморфин – дешевый аналог героина. Задержать их удалось при помощи силовой поддержки бойцов отряда специального назначения «Гром». Во время операции специалисты обнаружили в квартире посуду, шприцы и набор компонентов, необходимых для производства наркотического вещества. А у клиентов притона были изъяты шприцы с бурой жидкостью, которая оказалась сильнодействующим наркотическим веществом. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время преступники заключены под стражу. Необычный материал для строительства подъезда к своему участку решили использовать в областном центре. В поселке Печерск на улице Ветеранов местные жители уложили участок дороги могильными плитами. Плиты эти не украдены с кладбища, а являются производственным браком. И чтобы не пропадать добру, собственники участка решили его использовать в быту. Но не всем местным жителям поселка эта идея понравилась, и они вызвали участкового. Могильные плиты прикрыли, а в будущем пообещали засыпать песком. Хотя, как отмечают историки в Смоленске, и сейчас можно увидеть здания, где использовались при строительстве надгробия. Например, здания бывшего льнокомбината на улице Бакунина и дома возле Аврамиевского монастыря. О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков. В отдел ОМВД России по городу Десногорску поступило 98 сообщений, из которых 10 по преступлениям. Раскрыто 8. Нераскрытых осталось 2 преступления. ДТП с техническими повреждениями 8. Смерть некриминальная 3. Прочие 69. Раскрыто одно ранее совершенное преступление. В Смоленске прошли ежегодные соревнования среди любителей тихой охоты. На территории Лопатинского сада состоялись любительские соревнования по рыбной ловле. Сбор участников начался еще в 8 утра на внутреннем водоеме напротив лодочной станции. В этом году более 100 рыбаков приняли участие в массовой рыбалке. Более 4 часов подряд участники забрасывали удочки с наживой в пруд и терпеливо ждали. За ходом соревнований наблюдали судьи, которые фиксировали вес пойманной рыбы. Вес самый большой составил 4 килограмма. По окончанию соревнований всю пойманную рыбу отпустили обратно в пруд, а победителей наградили кубками и рыболовными снастями. Ни одна рыба во время соревнований не пострадала. Новые случаи нарушения общественного порядка не остались без внимания. Административная комиссия рассмотрела очередные протоколы о правонарушениях и провела рейдовый осмотр городской территории. Подробности далее. 12 июля члены административной комиссии рассмотрели 6 протоколов о правонарушениях. Уже традиционно самым частым проступком остаются нарушения тишины и спокойствия. Шумные застолья и музыка в ночное время. За такую демонстрацию неуважения к соседям полагается штраф. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время в период с 22 часов до 6 часов утра в местах постоянного проживания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3, на должностных лиц от 3 до 10 тысяч рублей, на юридических от 5 до 15. По пяти случаям нарушения тишины вынесены штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. Кроме этого комиссия рассмотрела один случай торговли в неустановленном месте. Предпринимателю придется оплатить штраф в 3 тысячи рублей. Торговля вне мест установленных органами местного самоуправления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 10, на юридических лиц от 10 до 30 тысяч рублей. Административная комиссия уделяет значительное внимание соблюдению норм благоустройства, которые были утверждены Десногорским советом. Для профилактики правонарушений члены комиссии провели очередную инспекцию торговых объектов. Инспектируемая территория была захламлена, газоны заросли травой. Дворы были в очень неприглядном виде. Материалы будут представлены арендатором территории для исправления ситуации. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Новобранцы Семеновского полка из Смоленской области приняли торжественную присягу. Церемония состоялась в столице перед Музеем Победы. Среди 500 новобранцев первого отдельного стрелкового Семеновского полка 10 человек из Смоленского края. Полк является гордостью Российской Федерации и предназначен для охраны обороны объектов центральных органов военного управления на территории Москвы. Боевая история Семеновского полка начинается с 17 века и неразрывно связана с историей России. В мероприятии приняли участие ветеранские и общественные организации, представители Русско-Православной Церкви. Служить в этом году в Семеновском полку будут призывники из Москвы, Подмосковья, Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. И коротко о погоде. 19 июля в Десногорске ожидается переменная облачность. Небольшой дождь. Температура днем до плюс 20 градусов тепла. Ночью 14. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова